Итак, это вторая мини-лекция про солнечную энергетику, в которой я расскажу чуть детальнее про электрический расчет солнечной системы и про экономическую часть. Итак, начнем, пожалуй, с солнечных панелей. Солнечные панели бывают двух основных форм-факторов, то есть размеров 990 мм в ширину и 1650 мм в высоту, это первый форм-фактор, и 1990 мм в высоту, это второй форм-фактор. То есть, грубо говоря, метр на 1,6 и метр на 2. Исходя из этих габаритов, можно планировать, сколько таких панелей поместится на вашу крышу или фасад. Что касается стоимости панелей. Стоимость панелей принято измерять в долларах за ватт установленной мощности. Сейчас цена в Харькове составляет на солнечные панели порядка 70 центов за ватт установленной мощности. То есть, солнечная панель размерами метр на метр 65 будет иметь номинал порядка 250-260 ватт и обойдется примерно в 180 долларов. Солнечная панель размерами метр на 2 будет иметь номинал 300-310 ватт и обойдется порядка 210 долларов. Инвертор, прежде всего, должен соответствовать по мощности установленным панелям и, во-вторых, иметь такое количество MP5 входов, которое вам необходимо. Например, если у вас идеальный случай, у вас крыша ориентирована на юг и угол наклона составляет 30-40 градусов с ката крыши и ничего не затеняет, то вам можно обойтись вполне одним инвертором с одним MP5 входом. Если уже у вас более сложная ситуация, например, часть панелей может затеняться или у вас крыша, например, ориентирована не на юг, а часть на юго-запад, а часть на юго-восток и вы хотите и там, и там поставить панели, то в таком случае вам понадобится либо два инвертора и каждый массив будет подключаться к своему инвертору или один инвертор с двумя MP5 входами. Кроме того, при покупке инвертора следует учесть, что они имеют ограничения по напряжению. То есть нельзя очень-очень много панелей подключить к одному входу инвертора, потому что он имеет ограничения по напряжению. Такое же ограничение по напряжению рабочему имеют также сами панели. Панели, по-моему, имеют ограничения что-то типа 1000 вольт. Инверторы, смотря какие, имеют ограничения. Могут иметь 300 вольт, 500 вольт, 800 вольт, могут тоже 1000 вольт иметь. Что касается стоимости инверторов. Их мощность также можно прикинуть в таких вот центах за ватт. У меня, например, установлен инвертор, который обошелся мне примерно в 50 центов за ватт. Это инвертор Schneider Electric Connex TRL, однофазный. Инвертор трехфазный фирмы АББ на 5,8 кВт. Также можно купить примерно за 2000 долларов. То есть его стоимость будет 36-38 центов за ватт. Такой порядок цен на инверторы. Можно найти более дешевые инверторы китайского производства. И они тоже должны вполне хорошо себя показывать в эксплуатации. Кроме инвертора и солнечных панелей понадобятся кабели для того, чтобы соединить все это в одну систему. Защитные разъединители, автоматы, то бишь коннекторы MC4. После того, как вы подадите заявление о присоединении к зеленому тарифу, вам энергокомпания сформирует договор на обустройство злоучета. Это также платная услуга, которую вы должны будете оплатить. Стоимость этого мероприятия порядка 8000 гривен. В эту стоимость входит счетчик, либо счетчик с модемом для передачи данных в систему Аскуя, либо отдельно счетчик и отдельно модем параметризации этого счетчика, подключение его к системе Аскуя и, собственно, монтажные работы по обустройству этого злоучета. Коробка, защитный автомат и все такое прочее. Чтобы посчитать, через сколько времени вложенные инвестиции окупятся, нужно четко представлять свое собственное потребление. Обычно оно довольно заметно отличается в зимний и летний период, поэтому хорошо бы знать их отдельно, сколько вы потребляете летом, электричество в месяц и зимой. И необходимо учесть стоимость солнечной электростанции. Значит, по цене солнечные панели сейчас стоят около 70 центов за ватт установленной мощности. Инверторы стоят где-то до 50 центов за ватт установленной мощности. И можно даже найти инверторы по цене 35 центов за ватт. То есть суммарная стоимость вата установленной мощности составит чуть больше доллара. Ну, приблизительно доллар 10 центов, доллар 30 центов, максимум доллар 50. Давайте посчитаем какой-нибудь более-менее реальный пример. Например, домохозяйство потребляет 150 киловатт в месяц. Допустим, что и зимой, и летом это одинаково. Таким образом, за год такое домохозяйство потребляет 1800 киловатт в часу электроэнергии. Допустим, если установить солнечную установку на 6 киловатт, то это получится следующее. Суммарная стоимость солнечной системы обойдется 6 киловатт умножить на 1200 долларов за киловатт в 7200 долларов. Такая система каждый год будет давать 6000 киловатт часов электроэнергии, из которых 1800 пойдет на собственные нужды. И останется 4200 киловатт часов, которые будут проданы по зеленому тарифу. Доход от проданного электричества, таким образом, каждый год будет составлять около 22 тысяч гривен. То есть, чуточку меньше 1000 долларов. Таким образом, можно прикинуть, что где-то лет за 8-10 такая система может вполне себе окупиться. Кроме того, летом обычно потребление чуточку ниже, а генерация чуточку выше. Поэтому прибыльность может быть еще большей, поскольку летом вы сможете продавать большее количество энергии, а зимой, возможно, вам будет, собственно, не хватать, вы будете добирать из сети. Я прикидывал себестоимость солнечного электричества, которое можно получить с текущей стоимостью солнечных панелей и инвертора. И эта цифра примерно 1,5 гривны за киловатт-час. Это больше, чем нынешний тариф на электроэнергию, которую вы получаете из сети. Но это меньше, чем будущие тарифы на электроэнергию, которые уже утверждены в КРЕ. До конца действия зеленого тарифа осталось всего 13 лет, поэтому нужно поторопиться с подключением к зеленому тарифу, если вы вообще намерены это делать. Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг в Украине, НКРЕ, является государственным органом, который осуществляет надзор за деятельность объектов энергетики и в том числе устанавливает цены, по которой потребители покупают электроэнергию. У разных производителей электроэнергии себестоимость производства разная. Самая низкая себестоимость производства электроэнергии, пожалуй, у атомных электростанций. Она составляет примерно 50 копеек за киловатт-час. И поскольку атомные электростанции производят самую большую часть всей электроэнергии в Украине, то, соответственно, атомные электростанции получают наибольшие прибыли от продажи электроэнергии. Атомные электростанции являются объектами государственной собственности, поэтому все их доходы составляют бюджет Украины. Поэтому можно считать, что надбавка за зеленый тариф идет именно из этих денег, из этих доходов атомных электростанций, которые они получают от продажи своей атомной энергии в сеть.